Трое красноярцев пытались незаконно продать переделанные автоматы Калашникова. Чтобы их задержать, силовикам пришлось развернуть настоящую спецоперацию. За незаконное хранение, изготовление и продажа оружия подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы. Ночной пожар в лесосибирске. На одной из улиц вспыхнули надворные постройки. Чтобы огонь не перекинулся на жилые дома по соседству, спасателям пришлось несколько часов проливать горящие строения. На тушении работали 16 человек и 5 автоцистерн. Причины сейчас выясняют дознаватели. Почти 3000 литров контрафактного алкоголя пытался перевезти водитель грузовика. Нарушителя задержали на посту в Ермаковском районе. В прицепе инспекторы нашли несколько сотен пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью. Документов на груз не оказалось. Экспертиза показала, что внутри тары этиловый спирт. Мужчине, перевозившему изъятый алкоголь, грозит до 3 лет тюрьмы. По улице Копылова в Красноярске будут ходить троллейбусы. Сейчас там монтируют опоры и сети. Из-за строительства развязки на Волочаевске на этом участке пришлось убрать этот вид транспорта и пустить его по другому пути. Маршрут обещают вернуть до конца весны. И троллейбус будет следовать от ветлужанки до пограничников.